Храмы Якутии Градо-Якутская Преображенская церковь была построена и освящена в 1846 году. Главным строителем и попечителем этого храма был якутский купец Михаил Соловьев. Храмы Якутской области входили в то время в состав Иркутской епархии. В Преображенской церкви были приписаны несколько якутских сел, и священникам приходилось достаточно часто выезжать для совершения богослужений в близлежащие наследие. Из знаменитых настоятелей Преображенской церкви следует назвать известного миссионера и просветителя протеиерея Дмитрия Хитрова, который в 1868 году после принятия монашества стал первым епископом якутским и велюйским с новым именем Дионисий. Епископ Дионисий занимался переводами на якутский язык священного писания, богослужебных и духовно-нравственных книг. Он, помимо этого, является одним из создателей грамматики якутского языка. Со времени епископа Дионисия воскресная литургия в Преображенской церкви совершалась на якутском языке. Это особо привлекло в храм коренных жителей. Прихожанами Преображенской церкви были и знатные горожане, и простые якуты. Все они любили свой приходской храм, с которым были связаны все главные события их жизни – от рождения до перехода в вечность. Рядом с Преображенским храмом находилась старая деревянная церковь, в которой богослужения совершались в летнее время. Очень долгое время оба храма являлись в центре города Якутска украшением и напоминанием о той возможности строительства храмов как в деревянном, так в каменном исполнении. Преображенская церковь просуществовала в деревянном виде до начала XX века. По свидетельству историков в 1927 году злоумышленники подожгли храм. К сожалению, уничтожен был не только храм, как здание церкви, но в нем находящийся архив и уникальный резной, созданный местными умельцами, иконостас с иконами. После утери уникального храма города Якутска оставалось здание храма каменного Преображения Господня. После гражданской войны храм в 1922 году был отобран у верующих, и долгое время в нем располагались различные учреждения, общежития и иные учреждения. В 1940 году храм стал служить, а вернее сказать, его остатки. Он уже был лишен колокольни, уникальной шатровой для того времени в городе Якутске. Он был лишен глав на Центральном четверике. Храм стал служить филиалом для Центральной библиотеки ЕССР. Возвращение к жизни разоренного храма стало возможным с восстановлением в 1993 году Якутской епархии. На следующий год состоялось возвращение руин бывшего храма епархии. Во время реконструкции здания главным вопросом было состояние фундамента, который нуждался в укреплении. Основную часть стен, которые больше других пострадали за время гонений на церковь в 20 веке, решили переложить. Строительство осуществилось в основном за счет пожертвований жителей города. Храм восстанавливался и украшался на глазах горожан буквально ежедневно. А на реставрационных работах трудились люди самых разных национальностей – жители Республики Саха, Якутия. 19 августа 2001 года восстановленный храм был освящен архиепископом якутским Еленским Германом. Наш народ, несмотря на природный и социальный катастрофизм, всегда был не только хлебом Еленским, а стремился и к духовной пище и вере. Свершилось чудо возрождения святыни. Вновь Города Якутская Преображенская Церковь украшает исторический центр нашего города. Высоко сияют в голубом небе ее золотые купола и кресты. Далеко разносится торжественный звон ее колоколов, призывая человека к своему Творцу. В 2006 году на праздничном богослужении в День Рождества Христова в Преображенском храме молился президент Российской Федерации Владимир Путин. Преображенский собор стал местом упокоения преснопамятного владыки Зосимы, прослужившего в Якутии более шести лет. Преосвященный епископ Зосима скончался здесь 9 мая 2010 года и похоронен за алтарем. Сегодня почтить память владыки сюда едут люди со всей Якутии. В сентябре 2010 года патриарх московский Евсея Руси Кирилл, находясь в Якутии с первосвятительским визитом, совершил божественную литургию в Преображенском соборе. Это стало большим духовным событием не только для Кафедрального собора, но и для всей Якутии. С великой радостью душевной совершил я божественную литургию в этом замечательном кафедральном соборе города Якутска. Ещё совсем недавно, по крайней мере у меня на памяти, и у многих людей более старшего и более молодого возраста, Якутия была страшной духовной пустыней. На пространстве, равном почти Западной Европе, был один еле заметный храм в городе Якутске. Не было никаких проявлений религиозной жизни. Всё как будто бы замерло. И не на что было остановить взор. Я думаю, что совместными усилиями церкви, государства, общества, всего народа будет процветать православие на якутской земле, помогая людям осваивать несметные материальные богатства этого края и становясь духовно и физически сильнее, при этом сохраняя чистоту сердца, которое и открывает нам путь в Царствие Божие. Современная история Преображенского собора отмечена ещё одной знаковой датой. С 2011 года здесь восстановлена традиция совершения первой воскресной литургии на якутском языке. Правящий архиерей, архиепископ якутский Еленский Роман восстановил эту древнюю традицию, заложенную ещё святителем Иннокентием. Преображенский собор сегодня главный храм якутской епархии. Именно здесь находится кафедра правящего архиерея. Здесь совершаются посвящения в диаконы и священники. Святыни христианского мира, приходящие в Якутию для поклонения верующим, обязательно располагают в Преображенском соборе. Высокие гости якутской епархии, архиереи, богословы, учёные, государственные и общественные деятели нашей страны посещают храм и молятся у его святынь. От собора совершаются и общегородские крестные ходы в день города Якутска и накануне праздника Великой Победы, в которых принимают участие горожане и гости столицы. Собор расположен в самом центре города, в его исторической части и сегодня является духовным центром епархии и ведёт обширную социальную и просветительскую деятельность. Наш кафедральный собор является ещё и центром социальной помощи, социальной деятельности всего нашего города. Сюда очень многие обращаются, жители, для того, чтобы получить помощь в одежде, в питании. При их соборе действует воскресная школа, одна из лучших воскресных школ нашего города и всей нашей епархии. Конечно, сегодня Преображенский кафедральный собор выполняет центральную функцию всех храмов Якутии, ведь кафедральный собор задаёт тон, ритм богослужебной жизни всем остальным храмам. Видя богослужебную жизнь кафедрального собора, священники увозят этот ритм в улусы, районы, в свои города. Кафедральный собор – это некая точка, с которой берут пример всяческого подражания. И мы рады, что сегодня наш собор являет такую функцию. Он задаёт тон и ритм всей богослужебной жизни Республики Саха Якутия. В настоящее время можно только восхищаться восстановленным видом Преображенской церкви. Она приобрела торжественный и выразительный вид. Открыты её двери для людей, которые, приходя в Храм Божий, будут получать освящение, благодать и благословение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова